Рэй Рэй Брэдбери, великий американский писатель. Так уж я его люблю крепко, что попросил однажды я свою приятельницу в Лос-Анджелесе, когда она будет на книжной ярмарке, непременно взять у Рэя Брэдбери автограф. И она мои просьбы выполнила, так у меня появилась книга Рэя Брэдбери с его автографом. Конечно, он не подписал эту книгу дорогому отцу Сави, просто оставил автограф на своем издании. И для меня это, конечно, большое счастье, потому что для многих русских читателей этот американский автор является родным, близким, знакомым, единодушным, единомысленным человеком. В этой книге, которую для меня добыла моя приятельница, есть глава, посвященная Сергею Бондарчуку. Вернее, небольшой встрече, которая однажды произошла у Рэя Брэдбери с великим русским режиссером, который с триумфом после представления картины «Война и мир» навещал Голливуд. А Рэй Брэдбери в то время работал одним из сценаристов, малоизвестный, не очень популярный, просто один из авторов сценарных групп для голливудских картин. И Брэдбери вспоминает, как их сотрудников студии выстроили в ряд. Впереди стояли именитые режиссеры, актеры с большими именами. Каждого представляли Сергею Бондарчуку. В самом конце этой очереди стоял скромно, топтался обычный американский очкарик Рэй Брэдбери. И после всех вдруг прозвучало его имя. И Брэдбери вспоминает, что «Я вдруг почувствовал, что взорвалось солнце». Вся русская группа вдруг разволновалась страшно и начали переспрашивать. Это тот самый Брэдбери? Это и есть Рэй Брэдбери? И Бондарчук увлек именно этого маленького американского писателя с собой. И весь вечер они пили водку. И Брэдбери пишет, что «Я не помню, как оказалось дома. Помню, что весь вечер прошел в окружении русских». И это был ужас. Почему? Потому что русские для американцев в то время были страшной угрозой. Их боялись. И те, кто читали произведения Рэя Брэдбери, например, многие из его рассказов об угрозе ядерной войны, помнят тот ужас, который испытывал средний американский обыватель при упоминании русской угрозы. И Брэдбери просыпается на следующее утро, не помня, как он попал домой, понимая, что карьера его разрушена, потому что его, маленького сценариста, предпочли звездам Голливуда, ушедшим в разочаровании, потому что Бондарчук ни на кого больше не обращал внимания. Весь вечер он просидел только с Брэдбери, накачал его спиртными напитками. И с ужасом Брэдбери думал, что ему больше и нос указать на студию не следует. Но все обошлось. И заканчивает эту главу Брэдбери очень интересным замечанием. Он не может поверить, что русские могут его любить. Они его очень любят. Они принимают его за своего. Но это не может быть. И Брэдбери заканчивает эти воспоминания исповеданием веры в то, что русские не способны, не могут. Этого не может быть. Это какой-то парадокс. Не могут его любить. Но это так. Я вспоминаю эту историю, которая меня поразила после чтения этой главы. Поразила в самое сердце, потому что именно так устроено, если хотите, почитание наших великих святых. Я живу уже больше четверти века и служу в монастыре Святого Николая. Наверное, нету такого города или такой области в России, на Украине, в Белоруссии, где бы не было храма Святому Николаю. По-моему, самое распространенное наименование храма в Русской Православной Церкви это в честь святителя и чудотворца Николая. Но подумайте на секунду, кто этот человек, которого мы постоянно призываем в молитвах. Это грек, который жил в IV веке на территории современной Турции, ни слова не зная по-русски, не зная даже о существовании России, потому что первые упоминания о российском государстве или того, из чего потом выросло российское государство, появляются где-то в IX веке, может быть, в VIII веке. Это были какие-то туманные заметки или же упоминания в текстах, например, патриарха Фотии. Но это было очень-очень давно. Чужой народ, чужой язык, другая страна, кроме того, русские, как мы помним, еще в своем языческом статусе были врагами Византийской империи и даже как-то оккупировали Царьград. Их воспринимали как очень опасных варваров. Вот этот человек, которого мы так любим, к которому мы обращаемся за помощью, не может быть нашим другом. Он не может нас понимать, и мы не можем понимать его. Но посмотрите, как много упоминаний о помощи святителя Николая. Я лично знаю людей, которые мне рассказывали о явлениях святителя Николая, о чудесах, которые он совершал в их жизни. Это иллюзия? Это, может быть, фантазии религиозного сознания? Нет, это не так. Святой – это человек, наделенный таким даром любви и отзывчивости, что он не может остановиться в своем доброделании даже после смерти. И, казалось бы, народ, который не может быть его народом, люди чужды ему по крови, по языку, речь которых он не может понимать по определению, тем не менее становятся для него родными. И можно сказать, что тысячелетняя русская церковь является родиной святого Николая, который по крови был греком и большую часть своей жизни, можно так сказать, он провел на территории России, среди русского народа. Стал более русским, чем он был при своей жизни. Многие святые – это фигуры, которые являются достоянием всего человечества. Не в силу того, что каким-то образом культивируется их почитание, насаждается их культ, а в силу таинственных человеческих связей, которые преодолевают пространство, время, культурные, национально-исторические границы. Делают человека, который родился много сотен лет назад, даже полторы тысячи лет назад, делают родненьким, родным, свидетелем, чудотворцем Николаем. То есть тем человеком, который является, может быть, даже, можно сказать, частью семьи. И вот в тропаре Святого Николая есть удивительное слово, которое все знают наизусть, когда мы просим, чтобы Святой Николай молил Христа Бога о спасении душ наших. В греческом тексте этого тропаря стоит глагол «пресбево». Глагол, который переводится как «совершать посольство», «быть посланником». Сам этот тропарь «правила веры и образа кротости» является перефразом многих мест из послания апостола Павла. Есть прямые параллели. То есть человек, который сочинял эту молитву, имел ум, пропитанный Священным Писанием, пронизанный его смыслами. И тот глагол повелительного наклонения, который мы используем в славянском тексте «моли Христа Бога», не случайно в греческом тексте имеет значение быть посланником. Это идея, которая встречается в текстах апостола Павла. Он себя называет как ученика и святителя Христова посланником Христовым для народов. Он посланник, он в свою роду дипломат, который выполняет определенную посольскую миссию. В тропаре святителя Николая у нас другая, что ли, обратная идея. Мы посылаем святого перед престолом Божиим. Он наш представитель перед престолом Божиим. И мы безгранично ему доверяем, потому что он чувствует наши скорби, наши интересы. он родной. Он наш родной человек, близкий, любимый, который очень понимает наши все тревоги и скорби. Тот наш представитель, который очень хорошо что ли озвучивает наши интересы, скорби и просьбы перед престолом Божиим. Он наш посланник перед престолом Божиим. И мы его просим, чтобы он выполнял это посольство. Но подумайте, насколько удивительно устроена церковная жизнь. Не случайно апостол Павел в нескольких своих посланий говорит о том, что во Христе нет ни Элина, ни Иудея, нет ни раба, ни свободного, нет ни пространства, ни времени, можем добавить мы, потому что любовь Божия, доброта подлинная в Духе Святом, живущая в сердце человека, продлевает его жизнь для добрых дел, для помощи своим близким, передлевая границы пространства и времени, передлевая условия культуры, языка, разных юрисдикций. Человек, который жил полторы тысячи лет назад, исходил своими причистыми стопочками нашу русскую землю, помогает нашим русским людям, потому что он наш родной, он наш близкий, он святой русской православной церкви, о существовании которого он при жизни, конечно же, не слышал. Вот какова подлинная любовь детей Божьих, подлинных христиан, которые настолько растворяются в служении посольства Божия перед людьми, что остаются навсегда в веках, делаются частью огромной семьи, простирающейся на тысячелетии. Божьих, которые они не веках, они не веках, они не 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 они они не